всем привет на олькиной кухне сегодня не смогла пройти мимо замечательного кусочка грудиночки и с вами я буду солить сало покажу во всех подробностях но нужно сказать что рецепт это очень простой с нам для этого понадобится собственно грудиночка либо сало какое вы любите я люблю чтобы было мяско вот такое вот такое то есть тут я даже не знаю больше чего сала или мяско кусочек у меня был цельный примерно кило двести его разрезала на порционные кусочки помимо самого мяска нам понадобится еще чеснок дополнительно соль самая обычная пищевая поваренная у меня соль и емкость которую мы будем это все складывать скажу сразу когда семья у нас была большая сало кушали все и жарили на нем картошечку часто то солили мы непосредственно в 3 литровые большие баллоны если нет емкости вы можете использовать баллон пожалуйста сейчас семья уже другая и сало по большому счету кушаю только я поэтому мне вот такого куска сала хватит ну на месяц покайфовать волю так разве помыли высушили разрезали на порционные кусочки теперь смотрите что мы делаем с обратной стороны на если кусочек большой я вот сделала шесть таких надрезов вот они примерно палец у меня помещается теперь в этот надрез насыпаем немножечко соли и немножечко кусочек чесночка туда раз и так каждый и так в каждую дырочку опять же это дело такое хочется вам сделайте когда будете сальцо нарезать просто будете игнорировать эти дырочки еще лишний чеснок уберете кому не нравится или кусочек достаточно узенький можно обойтись и без них так а я теперь дальше на шпиговую дальше я наши кусочек сальца на шпиговала дальше я его обволаки обваляю хорошенечко в соли со всех со всех сторон прижимая придавливая а в емкость предварительно потолкла чеснок чеснок можно порезать плоскими такими ломтиками кому как больше нравится это не принципиально на вкус никак не скажете совершенно и так наше сало в соли обвалялась не смотрите на то что так много соль лишняя не впитается поэтому вы не думаете теперь вот такой прям соленый наш кусочек отправляем в емкость и лежит он замечательно положили все теперь то же самое делаем с оставшимися кусочками и между ними все вот эти вот слои между стеночками между кусочками места соприкосновения моей грудиночки я буду прокладывать вот порезанным чесночком либо подавленным чтобы везде везде был чесночок и так наша мисочка наполнена грудинкой чесночком я обложила всю со всех сторон видите вот так все в чесночке у нас и теперь эту мисочку я закрою крышкой и на пару дней отправлю в холодильник у нас прошло три дня наше сальцо готово вот он такой замечательная красивая на срезе саль сало получается очень мягко очень нежно это самый простой самый базовый способ его соления приготовления хочется что сказать сало очень богата витаминами жирорастворимыми то есть это а ед это наша кожа волосы мозги сало богата селеном и кроме того селеном богат и чеснок вместе с которым она приготавливается это незаменимый помощник для нашего иммунитета с вами по борьбе с вирусами в особенности в осенне-зимний период пришли домой сальца с борщиком с лучком просто великолепно первое дело все пройдет что ну а как закуска сало это вообще отдельно можно не говорить ничего поэтому кушайте наслаждайтесь экспериментируйте приятного всем аппетита и до новых встреч на улькиной кухне пока пока